Новый сезон российской серии кольцевых гонок начался с двухмесячным опозданием. Однако первый этап 2020 года ничем не уступал прошлогодним, а в чем-то и превзошел их. Так на автодром Смоленское кольцо приехали новые участники и новые автомобили. Всего открытие сезона собрало 68 пилотов из 18 команд. Вдобавок к заметным новшествам стало появление нового класса – спортпрототип CN. Он объединил автомобили к категории «Легенды» и «Шорткат». Кроме того, организаторы расширили линейку категории SMP GT4 Russia, а машины Touring Light и S1600 стартовали совместно. Общий старт удивил самым внушительным пилотоном из 31 автомобиля. Самым престижным остался класс Touring, где, например, выступают турбированные Весты команды Lada Sport Rosneft. За рулем такой машины выступает пилот программы SMP Racing Кирилл Ладыгин, который дважды поднялся на подиум и после первого этапа числится вторым в общем зачете чемпионата. Участница молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова в этом году вернулась в РСКГ и за рулем 170-сильного хэтчбэка Volkswagen Polo заняла шестое место в своей категории Touring Light. Следующий этап РСКГ пройдет через две недели на автодроме и город-драйв под Санкт-Петербургом. В Подмосковье состоялся традиционный мастер-класс «Автогода», который в этот раз из-за пандемии коронавируса прошел на несколько месяцев позже. На мероприятии присутствовали участники голосования премии «Автомобиль года в России» и автомобильные журналисты. Для гостей мастер-класса организаторы подготовили ряд необычных и разнообразных заданий. Шесть экипажей соревновались в искусстве вождения, ловкости и эрудированности. Так, к примеру, на одном из этапов всей команде нужно было разместиться в минивене Volkswagen, дополнительно установив детское кресло, а затем преодолеть на скорость участок трассы, стараясь объехать конусы и разлить как можно меньше воды из ведерок на капоте. Напомним, что голосование премии «Автомобиль года в России» продлится до 20 июля, а торжественная церемония награждения победителей, где будет разыгран и главный приз Volkswagen Caravelle, пройдет в конце июля или начале августа.